Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Попробуй и так и так. Если тебе не понравится, то игра на фенале. А где ты так играешь? На стратосфере? Ну да, я вот. Ну-ка сыграй. Красота. Даем куплет. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай уберем это. Нажимаешь на стихонку? Да, я нажимаю. Так, тогда надо больше стихонку нажать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты в Тагиле джаз с самого начала, как ты входил внутрь? Как это было по ощущениям? Ну, меня приняли прям как любимого. Я потому что слушаю эту группу почти. Было уже полжизни знаю все песни. Ну, слова не все выучил, но по музыке очень легко. И чувствую себя как дома. Вот. Вот. Поэтому для меня это бесконечно. Костя не тот человек, который набрали бы по объявлению, потому что мы с ним тусовались с его прежними группами постоянно и как-то помогали друг другу, включая грузоперевозки и так далее. Так что тут совершенно естественным образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok А вот творческий кризис, такое вообще явление, вы сами с ним сталкиваетесь? Безусловно, регулярно, не знаю, как Костя. Что это такое вообще? Нормальный кризис. Как говорила Куджава замечательно, в ответ на такой же подобный вопрос, не помню какого другого автора, он сказал, не пишется, отлично, значит, пока читайте. Это вот так преодолевается, ну, это такая общая формулировка, творческий кризис, это нормальное явление, и без кризиса невозможно осознать вообще ничего. То есть для того, чтобы осознать, если возвращаться к метафоре о дороге, то есть без того, чтобы свалиться в кювет, в каналы, даже сточную иногда, невозможно ощутить плоскость, по которой ты идешь эту прямую. Потому что ее границы, они как раз находятся вот в этой канаве, в этих бурраках, в буреломе, который вдоль дороги. Потому что пока ты их не ощутил локтями, ногами, глазами, ушами и так далее, ты не ощутишь направление. Смотри, пожалуйста, в офис. Чёрный тейп, вот и рукав. Чёрный тейп, вот и рукав. Ну, они прекрасно там играли джаз, там молодежь всякая играла джаз, и он сам исполнял, и всё было круто. И он сказал одну вещь замечательную, когда у них кто-то спросил, как вы относитесь к этому, что вы скажете о русских музыкантах. Он говорит, знаете, я много раз уже сталкиваюсь с русскими музыкантами, постоянно. Говорит, вы единственные на планете, вот имеете одну общую черту. Вместо того, чтобы просто играть музыкой, наслаждаться ей, вы постоянно думаете, что о вас подумают другие люди. Особенно звёзды типа меня. Вам нужно наплевать на то, что о вас думают, а просто делать своё дело максимально так, как вы его видите. А не спрашивать ничего умения, тем более звёзды. Я сказал Хребехен, как молодым джазовым музыкантам из Санкт-Петербурга. Как темна вода, на голубейшей из планет. Спят чужие города, бредит город Second Hand. Там, где ангел пролетел, высоко для народною, след остался в пустоте, только тень, а остальное в стратосфер. Стратосфера. Стратосфера 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 Вы продолжаете нервничать перед концертом? Да, конечно Сейчас так за нервничать, что просто... Я сейчас уйду, не волнуйтесь, все будет в порядке А я-то останусь, будь аккуратней И это уже... Вы считаете до сих пор концерты, которые у вас происходят? Нет, мы не считаем Муждамов Перестали? Сейчас больше смысла их считать, потому что их мало И они действительно посчитаны Но мы перестали уже В целом число Муждамов тратили Отличная песня Помню, отличный был концерт Вот сейчас на ум приходит в Перми Когда-то мой... После Екатеринбурга У меня конкретно сел голос И вот тогда я был певцом в группе Моя ракета вверх Которая была тогда Вот и существовала И все, и голос... То есть сначала он был похож на Тома Уэйтса Я как бы обрекалывался, ходил там Пел А к концерту он вообще пропал Вот и это был дикий концерт Потому что мы всем объяснили в чем проблема И мой голос напоминал, наверное, какую-то группу Рэнсит В самом плохом ее проявлении Там одна нута, иногда остальной хрип Я орал дико вспотел Вот Но воспоминания остались самые крутые Потому что в какой-то момент так вставило Вот непонятно что Просто вот когда ты идешь вопреки У тебя энергия просто взрывает А вот как вы считаете, сегодня труднее или легче реализоваться человеку как артисту? Мне кажется, юному поколению гораздо труднее, чем на молодость Потому что когда мы начинали, в принципе, человек, который идет от дома к метро с гитарой В таком самодельном газентовом чехле на перевес Уже привлекало к себе внимание дикое Приезжаешь на гастроли, скажем, в середине 80-х годов куда-нибудь Не в столичный город Не в Москву, не в Екатеринбург, а, скажем, в Казань, еще куда-то Ты моментально, конечно, на то, что к тебе относишься как к членам группы Rolling Stones или так далее Потому что, в принципе, в наши годы любой человек с гитарой Это был проводник чего-то очень мощного, большой очень идеи Теперь музыка утратила свое такое место в жизни общества Поэтому сегодняшним молодым людям, которые огромными стаями, большими стадами Ходят от метро, скажем, Балтийское, к себе на репетиции Им гораздо сложнее Я вижу их десятками каждое утро И знаю, что им придется нелегко, и я знаю, что им нелегко Сейчас огромное количество музыки И она доходит для людей гораздо стремнительнее, чем раньше В этом есть плюсы, в этом есть минусы И вместе с огромным количеством плюсов, которые там есть Совершенно очевидно, что людям труднее через эти плюсы пробиться Соответственно, плюсы меняют свои знаки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Галерная 20 Галерная 20 Галерная 20 Галерная 20